Театральные маски, бумажные летучие мыши и культурная викторина. В Театре оперы и балета устроили фестиваль детского творчества «Театральный сезон». Подробности в нашем следующем материале. Танец живота вместо урока физкультуры, картины на щеках вместо рисования. В Голубой гостиной оперного театра проходит фестиваль детского творчества для саратовских школьников. Это одно из мероприятий международной конференции, посвященной культурному наследию Саратовской области. Тема праздника – театр во всех его проявлениях. И здесь десятки масок разных цветов и характеров. Оно веселое, но только оно еще не высохло, и поэтому протекло немножко. Здесь учат шить куклы и рисовать театральные открытки. Вот старинным народным способом плетут браслеты-фенечки. У этого искусства нашлись свои неожиданные поклонники. Меня удивило, что мальчики более, скажем так, серьезно подошли к этому занятию, более трудолюбивые, очень усидчивые. И вот ребятки очень хорошо делают, плетут. Самые азартные не замечают, как вместе с бумажными мышами красят уже и себя. И оперетта «Летучая мышь» плавно перетекает в трагедию от Элла. Вообще у современных школьников оригинальные ассоциации. Я вот сделала две маски, а вот сейчас замочек вернется. Она похожа на одного древнего динозавра очень. Тиранодон. Подделки делать на память. Скорж Хэллоуин. Организатор фестиваля «Театральный сезон» Саратовское эвент-бюро «Сарафан». Обычно в центре его интересов коммерческие проекты. Но детскому фестивалю «Сарафан» придает особый смысл. Современные родители уделяют очень мало внимания сейчас своим детям. Ну, потому что в основном все нацелены на зарабатывание денег, да, и их можно понять. Мы этим мастер-классом пытаемся показать родителям, как это важно для их детей. И как это просто, как это легко, и что это действительно очень прекрасный досуг. Поэтому организаторы специально выбрали для фестиваля самые яркие и легкие мастер-классы, чтобы поделка точно получилась, и опыт можно было повторить дома, с родителями и друзьями. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.